Чем вы будете радовать души и уши сегодня пенси? Я так понимаю, что концерт происходит в рамках фестиваля, и фестиваль посвящен нашему замечательному русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. И наша программа посвящена именно ему, его романцам, его музыкальные лирики. Ну и вот с романцами мы будем радовать сегодняшнюю пензенскую публику. Просто я не очень свернусь в классической музыке, но всегда, я как обыватель, что говорю, что обычно Чайковский ассоциируется с какими-то такими фундаментальными классическими произведениями, но уж никак не с романцами. Как раз-таки это один из ярких, наверное, представителей композиторской школы, у которого очень огромное наследие, просто несколько-несколько десятков именно романцев, то есть той камерной составляющей, которую сегодня мы будем исполнять. Поэтому, наверное, для вас как раз-таки это будет знакомство с Петром Ильичем в качестве камерного интерпретатора. Действительно, мы его знаем по очень большим оперным названиям, по балетам, по известнейшему симфоническому творчеству. Как раз-таки, наверное, сегодня для многих будет знакомство. Хотя все мы знаем, даже, в общем-то, не сведущие в классической музыке, а несколько названий, которые, в общем-то, звучат. Именно романцев. Средь шумного балла, в общем-то. Совсем популярные такие вещи какие-то. Сегодня будут популярные романсы, то есть мы как раз-таки не старались сильно-сильно загрузить людей, которые не знакомы с творчеством Чайковского и как раз-таки с романцевой лирикой. Но сегодня будут популярные романсы Чайковского в нашем исполнении. Как вы думаете, почему вот эта музыка сегодня должна, ну, нравится, быть востребованной современным слушателем, современным людям? Мне кажется, Чайковский вообще такой композитор, композитор вот мелодист, скажем так. И вот именно его мелодика, да, а мелодия композитора — это его душа. Она очень, мне кажется, близка современным людям, чаянин каким-то. И я хочу сказать, чтобы, ну, развернуть человеческие души, вот, наши, к лучшему, к светлому, к чистому, нужно соприкасаться с такой музыкой. Это необходимо для саморазвития, для развития своей души. И не просто так именно Чайковский, русский композитор на Западе, один из самых известных русских композиторов. Вот. И именно за счет своей мелодики. И эта мелодика, она, можно сказать, международная. Вот. Поэтому, поэтому так. — Да, то есть, если говорить так, что есть такое понятие, как западный рок, русский рок, да? А здесь не разделяется эта музыка, да? Она мировая, получается. — Ну, это классическая музыка. — Это классическая русская музыка. — Естественно, она мировая. — Ну, так как мы являемся, в общем-то, классическими исполнителями, вокалистами, да? То есть, мы получали классическое академическое образование. — Образование. — То есть, для нас, естественно, это как бы своего рода, ну, норма, что ли, да? Петь именно вот эту музыку, классическую оперную, классическую романсовую. То есть, мы не поем рок-музыку, мы не поем поп-эстраду, да, зарубежную или русскую. Вот. Поэтому мы поем эту музыку. А насколько она сегодня современна, ну, в общем, каждый решает, наверное, для себя в силу своих каких-то возможностей умственных, своего развития. Но, наверное, все-таки без классики, ну, это не то. Потому что, ну, может быть, в России сегодня нам сложновато, да, с классической музыкой. Ну, что касается, как раз-таки, европейской культуры. То есть, сделано все для того, чтобы там музыка звучала, и концертные залы, которые отстраиваются. Ведь у вас тоже не просто так появился большой зал филармонии, да? Он ведь очень классический, он выстроен по классическим канонам. Органный зал для чего? В Пензии органный зал. Само слово орган и сам инструмент, это не совсем современный, это ни гитара, ни... Ну, какие-то современные электронные инструменты или что-то в этом даже? Это же классическое. Значит, все-таки мы соприкасаемся, и это необходимо. Вот пусть мы чего-то не понимаем, но мы к этому тянемся, мы к этому стремимся. Значит, мы развиваемся и, в общем, как-то идем в ногу со временем. Классическая музыка, она, мне кажется, вообще без времени и без пространства. Просто не существует. Просто порой у себя приходит словить на мысль, на том, что, вот говорят, вот ты понимаешь классическую музыку, или ты ее не понимаешь. Вот, что значит понимать классику? Вот сидеть такой, так, сейчас, потом сейчас звучит. Что же ты на немел в виду-то? Вот что же это за какие-то аккорды, какие-то звуки? По-моему, это вот вообще понятие понимать музыку, не понимать его, ну, неправильно так говорить. Наверное, все-таки существует не понимать, а чувствовать. Вот скорее чувствовать. А стили и направления могут быть различные. Один сегмент, допустим, людей, население, они слушают джаз, другие рок, третий поп. И мы знаем образцы, например, да, в разных направлениях музыки есть, они как-то, мы их называем классические образцы. Классические образцы рока, классические образцы джаза, я не знаю, мюзикла, опера, опереты. Это то, что есть лучшее в этом направлении. Вот Чайковский — это лучшее, что есть в этом направлении. Это Чайковский, это Рахманинов, это ряд русских композиторов, это лучшее, это эталон. И это нужно чувствовать. И либо тебе дано это чувствовать, либо не дано. А соприкасаться с этим, я считаю, можно. И чем больше этого будет в нашей жизни, тем больше мы можем привлекать, опять, наших детей, людей, там, среднего поколения, молодежь. Я считаю, никогда не поздно познакомиться. И иметь в виду, да, что есть вот такое, а есть такое. Это нормально. Это как пение птиц в лесу. Тут не надо думать. Тут не надо думать, тут просто надо чувствовать жить этим. Вы же просто слушаете, вы же не думаете, там, дважды два, или сейчас она скажет карр там, или что-то еще. То есть вы же просто идете, гуляете, наслаждаетесь всем, что вас окружает. Так, в общем-то, наверное, все-таки классическая музыка. Вам это не нужно. Если действительно вы профессиональный музыкант, конечно, вы будете углубляться вот в эти вот самые... Особенности. То, что вы говорите, там, в звучании аккорда, в созвучии нот, там, еще что-то. То в данном случае мы же, в общем-то, мы как бы пропагандисты, да, в данном случае являемся, да, то есть мы вас соприкасаем. Но никто от вас не требует знать специфику гармонии, специфику мелодизма, там, того же Петра Ильича Чайковского. Это уже удел музыкаведов, специальных людей, которые... Если у вас есть такая потребность, вы можете это действительно в это окунуться и начать это изучать. Но это очень сложно, поверьте. По-моему, у вас как отвлеченный вопрос, касаемо Михаила. Вы можете, может, про себя так рассказать вкратце, там, где родился, покрестился, как карьера музыкальная. Я родился в городе Смоленске, потом с семьей мы переехали на север, в республику Коми. Там я вырос, закончил школу общеобразовательную, с детства пел, занимался в детском хоре. Потом это была вокальная группа мальчиков. В общем, впоследствии я решил для себя, что я хочу заниматься музыкой, пением профессионально. Я не знал направления, как раз таки, если говорить о классике. Меня, естественно, тянула поп-музыка наша, наша советская, можно сказать, эстрада. Но на очень ярких певцах, Лещенко, Кобзон, люди, которые, в принципе, занимаются классическим, я считаю, искусством все равно. И, в общем-то, появилась, естественно, потребность к тому, что надо учиться. Дальше было музыкальное училище в городе Сыктывкар. В дальнейшем я понял, что надо заканчивать вуз. Это была Нижегородская консерватория, город Нижний Новгород. Ну и потом театр оперы-балета в городе Сыктывкаре. В Сыктывкаре 10 лет я в нем отработал, пел на сцене и переехал в город Саратов. Теперь я солист Саратовского академического театра оперы-балета. Это если вкратце. Это музыка привела в Саратов? Нет, ну так сложилось, что мы по жизни встречаемся с людьми, с коллегами, с певцами, с музыкантами, с пианистами, с дирижерами, с какими-то другими музыкантами, знакомимся на фестивалях, на конкурсах. Потом каким-то образом в жизни судьба нас ходит на одной площадке где-нибудь. Ты знакомишься и понимаешь, и начинаешь общаться, и где-то вообще не узнаешь, что где-то что-то необходимо. Твой голос необходим, именно твой голос необходим в том или ином театре. И так получилось, что меня просто услышали. И пригласили в Саратов с концертами. И после концертов мне просто поступило предложение переехать в Саратов и свой путь продолжать творческий на сцене Саратовской оперы. Это было очень сложное решение для меня, оно очень долгое. На протяжении двух лет для меня было тяжело принять такое решение с переездом. Но через два года я вновь посетил Саратов опять же с концертами. И уже окончательно для себя решил, что в этом театре я хочу продолжать свой творческий путь, развиваться дальше. Тем более театр академический, то есть он выше по статусу, чем тот, в котором я работал до Саратова. Так сложилось, в общем-то, вот эти вот. И вот три года, 10 апреля будет три года, как я служу Саратовскому театру. У нас говорят служить.